Знакомьтесь, Злата Еременко, новый врач Щелковской больницы. Молодой специалист, только окончивший ординатуру в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте, трудится с июля на должности терапевта и первую неделю врачом-отоларингологом во взрослой поликлинике на Фрунзе. Я люблю свою профессию, очень люблю помогать людям и приходить, достигать каких-то конечных результатов. Мне нужен всегда итог. За это время работы, считайте, практически 4 месяца, я не слышала в свою сторону ни одного негативного какого-то отзыва от пациентов. Обратную связь они всегда со мной поддерживают, очень благодарные пациенты, ну их большое количество, я бы даже сказала, потому что я действительно стараюсь всегда помочь, насколько это вообще возможно и в моих силах. Несмотря на то, что Злата Игоревна уже совмещает две специализации, молодой специалист не собирается останавливаться на этом. Планирует расти на новом месте работы и дальше идти в ногу с развитием методик и технологий. Очень хочется много чего привносить в эту поликлинику, потому что мы обучаемся, ну не просто так, мы проходим курсы, обучаемся очень многим манипуляциям и по мере обучения хочется вот сюда вот это привносить, привносить, помогать людям, чтобы в этой поликлинике мы стали самой лучшей поликлиникой Московской области. С начала 2023 года в больнице и поликлинике Московской области было привлечено более 2000 медработников. Проблемы дефицита кадров решаются с помощью мер поддержки, действующих в регионе для работников здравоохранения. Так молодые специалисты, устраивающиеся на работу в медицинской организации региона, в течение года после завершения учебного заведения могут получить доплату. Помощь молодым специалистам здесь оказывается, естественно, это ежемесячные выплаты от губернатора Московской области. Также здесь поддержка для тех людей, у которых нет собственного жилья, собственности, да, тоже это очень приятный бонус. Напоминаем, что помимо региональных программ на муниципальном уровне также предусмотрены такие меры поддержки для специалистов, как компенсация расходов на ЖКХ и внеочередное зачисление детей в детский сад.